Наталья Белохвостикова – одна из самых заметных актрис советского кино, которая имеет свою собственную индивидуальность. Утонченная и интеллигентная актриса полюбилась многим кинозрителям и помнят ее прежде всего по фильмам «Легенда Атиле», «Тегеран-43» и «Берег». Она играла иностранных героинь из разных эпох и, чтобы вжиться в роль, готовилась по несколько месяцев, изучая культуру тех времен. Одновременно она не снималась ни в каких фильмах, чтобы полностью погрузиться в требуемый образ. Кстати, актриса дважды удостоена государственной премии Советского Союза и является заслуженной инородной артисткой РСФСР. Она уже давно не снимается, так как подходит избирательно к фильмам и ролям. В этом году ей исполнится 70 лет. Будущая актриса родилась в Москве в семье посла и переводчицы. Ее отец Николай Белохвостиков родом из города Павлова, Нижегородской области. А в честь деда Кузнеца их фамилией в этом городе названа улица. Первые пять лет жизни Наталья с родителями провела в Лондоне. Они были вхожи в высшие слои общества и Наташа вместе с родителями бывала на встречах с премьер-министрами и правителями. Кстати, они присутствовали и на коронации королевы Елизаветы. Мама часто водила дочку в кинотеатры и уже с детства Наталья полюбила мир кино. Однако родители думали, что она пойдет по их стопам и видели ее в мечтах переводчицей. Однако судьба распорядилась по-другому. Так как в школу Наталья пошла уже в Москве, там же находилась она на воспитании бабушки. А однажды, когда она гостила у родителей в Стокгольме, ее пригласили на роль дублера-актрисы, игравшей Марии Ульянову в фильме «Сердце матери». Так в 14 лет Наталья впервые снялась в кино. Тогда же режиссер фильма Марк Донской познакомил ее с Сергеем Герасимовым, который вспомнил о ней, когда начал писать сценарий фильма «Озеро» и решил предложить ей главную роль. Он пригласил ее к себе на курс во ВГИК без экзаменов, и она одновременно училась во ВГИКе и в школе, окончив ее экстерном. Уже на втором курсе она снялась в этом фильме, после чего оказалась самым молодым лауреатом государственной премии за роль Лены Барминой. Также она получила премию кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую женскую роль. Что касается личной жизни, то со своим будущим мужем, режиссером Владимиром Наумовым, Наталья познакомилась, когда летела после съемок в картине «Озеро» на кинофестиваль в Белграде. Когда его спрашивали в интервью после фестиваля о самом ярком впечатлении, он ответил «Наталья Белохвостикова». В Москве они стали встречаться, и несмотря на разницу в возрасте в 24 года, им оказалось комфортно друг с другом. В 1972 году они стали мужем и женой, и с тех пор вместе. В 1974 году у них родилась дочь Наталья, которая тоже стала актрисой. Наумов часто снимал дочь и жену в своих картинах, среди которых «Легенда Атильи» и «Тегеран-43». Кстати, песню «Вечная любовь» композитор Шарль Азнавур посвятил Наталье Белохвостиковой, который был очарован. А в 56 лет актриса решила усыновить детдомовского мальчика по имени Кирилл, который запал ей в душу. Однажды они с мужем побывали в детском доме, и трехлетний ребенок попросил у нее в подарок крестик. Его не интересовали игрушки и конфеты. Она вернулась через неделю и принесла ему крестик. А потом вечерами они с мужем вспоминали об этом мальчике. Позже она говорила, что Кирилл выбрал их сам, а он считал, что мать послал ему бог, которого он об этом так просил. О том, что они стали родителями маленького ребенка, они признались общественности только через год. И у многих их поступок вызвал недоумение. Ведь они уже в возрасте, а ребенка надо вырастить и поднять на ноги. Но Белохвостикова ни разу не пожалела, что у них в доме поселился Кирилл. Их дочь уже вылетела из семейного гнезда, а сын добавил смысл в их жизнь. Кирилл же в свою очередь оказался хорошим сыном, он добрый и сострадательный, а также талантливый. В будущем он хочет стать математиком. В 2012 году он снялся в фильме Наумова «Сказка о царе Салтане», в котором сыграл Юнгу, а Наталья играла с ватью бабу Бабариху. Однако завершить проект не получается из-за недостатка финансирования. Сейчас Наталья посвящает все свое время семье. Сыну уже 16 лет, а мужу 93. В ноябре 2020 года Наталья стала бабушкой. Ее дочь родила сына. Кроме того, Белохвостикова заботится и о детях, оставшихся без родителей. В 2017 году ее деятельность отметило правительство Москвы. Она делает то, что ей интересно. Пишет книгу, общается только с близкими и приятными людьми. А в современном кино сниматься не желает, так как на это ей просто жаль времени. И если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу Натальи Белохвостиковой и ее творчества в кино.